От красноармейцев, офицеров, генералов, частей Красной Армии передаю вам пламенный привет и сердечные поздравления, товарищи, с историческим разгромом геометских оккупантов в районе Киева и с освобождением столицы Украины, города Киева. Товарищи немецкие оккупанты, будучи крепко побитыми под Белгородом, под Харьковом, под Полтавой, на Донбассе, под Орлом и Брянском, отступая за реку Тепр, надеялись передохнуть за Тепром, укрепиться и выждать более благоприятные для них обстановки, восстановить свои части и ожидать более благоприятного момента для того, чтобы нанести нам удар, для того, чтобы расплатиться с Красной Армией за то поражение, которое Красная Армия нанесла им текущим летом. Они лялеяли надежду, товарищи. Им эта передышка очень была нужна. Они думали за такой водной преградой, как река Тепр отсидеться, поддержать в армии дух и веру, возможность еще сопротивления, возможность еще борьбы. Такое поражение, которое немцы потерпели в районе города Киева, они, товарищи, никогда не ожидали. И понеся поражение, они вновь пытались дать реванш частям Красной Армии. На далеких подступах Киева немцы собрали довольно серьезный кулак. До 16 дивизий ударный кулак собрали и пытались, в том числе, я должен вам сообщить, около 10 танковых дивизий. И вот в течение последних двух недель отчаянно рвались вновь к Днепру, отчаянно рвались вновь к Киеву. Но, товарищи, из этой попытки, кроме громаднейших жертв, которые понесли немцы, ничего не получилось. Части Красной Армии, доблестно отражая атаки противника, доблестно отражая его стремление прорваться вновь к Киеву, от них только танков перебили на поле боя около 800 штук. Пусть, товарищи, враги помнят и никогда не забывают, что наш великий советский народ сейчас платился на борьбу, как никогда. Мы будем бить противника до тех пор, пока не добьемся окончательной победы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok